Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Процветок! С вами Пашкевич Анна, и в этом видео мы поговорим на такую тему, как вытягивание рассады. Наверное, это одна из тех сложностей, с которыми сталкивался практически каждый овощевод. Существует несколько основных проблем, которые провоцируют вытягивание рассады. Первое и самое распространенное – это несоответствие светового и температурного режимов. Еще советскими учеными было доказано, что оптимальным фотопериодом для развития полноценной и качественной рассады является продолжительность в 14 часов. Если мы будем говорить о конце февраля, начале марта, середине марта, то есть о том времени, когда мы приступаем к выращиванию рассады, то там длина светового дня 10,5-11, 1,5 часов. Очевидно, что этого светового дня, даже при хорошем сечении обстоятельств в виде там постоянно светящего солнца, недостаточно, необходимо рассаду досвечивать. Что предлагают нам производители различных осветительных приборов. На рынке существуют различные виды ламп. Можно использовать люминесцентные лампы, хотя бы 36-ваттные. В данном случае я держу лампу, которая используется в аквариумах. Также существует сейчас большое количество различных светодиодных ламп. Они могут быть как в плоском корпусе, так же они могут быть и в таком вот закругленном виде. Но когда вы будете принимать решение о том, какую светодиодную лампу или осветительный прибор приобрести для себя, то имейте в виду, что рассаде необходимо как минимум три основных спектра. Это красный, синий и белый. Если есть возможность, то лучше, конечно, сразу купить готовый осветительный прибор, светодиодную лампу, в котором будут все эти три спектра включены. Если нет такой возможности, то можно использовать обычные люминесцентные лампы, которые дают нам, как правило, белый свет. И дополнительно досвечивать, опять же, при возможности лампами, в частности светодиодами с красным и синим спектром. Это тоже будет выигрышный вариант. Дальше, причина, которая вытягивает рассаду, это несоответствие температурного режима. Установлено, что оптимальной температурой для рассады на ранних стадиях развития, когда она только всходит, это 25-28 градусов. Впоследствии рассаде необходима температура на уровне 18-20-22 максимум. Если это температурный порог выше, то рассада будет тянуться. Мы вот здесь специально вытянули рассаду. Конечно, так делать нехорошо, но для того, чтобы вы понимали вообще, что такое вытянутая рассада. Это вот такое вытянутое подсемядольное колено. Если, например, мы будем сравнивать с такой рассадой, которая одинакового возраста. Вот. Значит, вернусь к температурному режиму. Если у вас все-таки пошла вытягиваться рассада, и вы точно знаете, что это связано именно с температурным режимом, то можно приостановить вытягивание рассады, если снизить температуру до 16-16-13. Наземная часть, она приостановится в росте и развитии, будет активно формироваться корневая часть. И таким образом вы приостановите вытягивание рассады. Например, если вы не успеваете с пикировкой или с перевалкой. Если вы будете снижать температуру ниже 13, там, скажем, на уровне 10 градусов, то растение, оно в принципе прекращает свое развитие. Начинаются, образовываются различные температурные хлорозы в виде пожелтения и опадания вегетативной или наземной части вашей рассады. Следующий основной аспект, который способствует вытягиванию рассады, это чрезмерный полив или чрезмерное увлажнение. Многие овощеводы задаются вопросом, когда поливать, как интенсивно поливать, как определить, насколько почва влажная. Есть так называемый метод пальца, когда пальцем прям вот проверяют влажность почвы, палец остается сухой, соответственно, почва у нас уже сухая и необходимо поливать. Это неправильный подход. Растения, они сами сигнализируют о том, что им не хватает влаги, вот как на данном растении мы видим. Это когда листья начинают вот так вот обвисать, так называемый эффект опущенного листа или в народе эффект опущенных ушей у нашей рассады. То есть независимо от того, насколько вам кажется, почва влажная или сухая, поливать уже нужно, потому что растение само говорит о том, что ему не хватает влаги. Если вы заливаете рассаду, то, естественно, ей не хватает кислорода в почве, она начинает его искать в воздухе и начинает вытягиваться. Помимо всего прочего, следует отметить о таком аспекте, как чрезмерное азотное питание. Ну, питать начинают нашу рассаду уже на уровне приготовления субстратов. Сейчас существует большое количество субстратов. Это и уже готовые субстраты для рассады. Ряд овощеводов их готовят самостоятельно. Многие идут по принципу «больше значит лучше», но это все неправильно. Поскольку рассада, когда она получает чрезмерное азотное питание, она также активно наращивает вегетативную или зеленую массу и плохо наращивает корневую систему. Что делать в этом случае? Необходимо приостановить кормление азотными удобрениями, если вы это делаете или не делаете, ну, знаете, что у вас было много азота в вашей рассадной торфосмеси, и перевести растение минимум на неделю на фосфорные подкормки. Например, монофосфатом калия из расчета 10-15 грамм на 10 литров воды и проводить последовательно несколько таких подкормок по 10-15 миллилитров под корень. Растение приостановится в развитии наземной части и начнет активно формировать корневую систему. Таким образом, вытягивание будет приостановлено и начнется более сбалансированный рост и развитие растений. Также у нас рассада может вытягиваться, если идет загущение уже распекированной рассады или пересаженной рассады, вот как конкретно в данной кассете. Это легко проследить, поскольку растения, они сомкнулись вот этими своими листовыми поверхностями, ну, это точный признак того, что им будет не хватать света, у них будет конкуренция как за воздушное питание, так и за почвенное питание, и она начнет тянуться. Пока она слабо тянется, ну, буквально пару дней, и она будет вытянутая рассада. Можно приостановить вытягивание рассады использованием препаратов на основе хлора. Почему хлор? Потому что этот элемент, он способствует хорошей усваиваемости кислорода корнями растений из почвы, активному нарастанию корневого чехлика. Это всем известные препараты Тур-Атлет Стабилан. Этими препаратами можно притормозить вытягивание рассады, поскольку хлор еще затормаживает деление клеток в длину, но не затормаживает в ширину. И таким образом растение, оно становится более приземистым, более утолщенным по стеблю, и отодвигается вот это вот так называемое вытягивание. Что же делать, если ваша рассада уже вытянулась? Ну, на первых этапах вытягивания рассады можно провести ее пикировку или пересадку с заглублением вплоть до семидольных листьев, то есть полностью вот это вот подсемидольное колено отпустить в почву. Таким образом вы будете, с одной стороны, активизировать образование корневой системы. Мы знаем, что томаты, они активно образуют воздушные корни. И за счет того, что будет хорошо развиваться, нарастать корневая система, будет приостанавливаться развитие надземной части. Вот. Если у вас рассада позволяет, то ее можно пикировать на кольцо или на петлю. То есть, вот, например, как на данном экземпляре, вот полностью вот эту вот подсемидольную часть, ее уложить в землю, образуя так называемую петлю или кольцо. И присыпать это грунтом. Если нет возможности, распикировать сразу в большие емкости, а необходимо распикировать в небольшие емкости. То есть, на ранних стадиях развития рассада. Если мы говорим о более поздних стадиях развития, то можно провести черенкование рассады. То есть, расчеренковать нашу рассаду на уровне вот этих вот междоузлей, получить несколько самостоятельных вегетативных частей, опустить их в воду. И буквально через две недели это будет полноценная, самостоятельная, точная копия или клоны материнского растения. В том числе из отрезанной части вегетативной и оставленной вот этой вот корневой части, тоже будет развиваться полноценное растение. Ну а если вы уже приобрели рассаду, заведомо такую вытянутую, или у вас не было возможности на моменте ее выращивания каким-то образом притормозить вытягивание, то тогда можно, когда вы приступаете к высадке рассады в теплицу, прибегнуть к известному методу, когда рассада укладывается под углом 45-50. В народе этот метод называется высаживание рассады набок или бочком из расчета того, чтобы поместить корневую систему на север или на запад. И таким образом рассада будет тянуться к свету и впоследствии она выпрямится и даст полноценное, хорошее растение, которое порадует вас урожаями. Но если мы будем таким образом высаживать ее в теплицу, то надо отметить, что наступление урожая таким приемом отодвигается буквально на 2 недели. И к этому надо быть готовыми. Поэтому для того, чтобы ваша рассада не вытягивалась, необходимо прибегнуть к комплексным мерам, учесть все нюансы и тонкости, не допускать повторения подобных ошибок, ну как минимум в следующем вегетационном периоде. На этом все. Подписывайтесь на YouTube канал Про Цветок и смотрите следующее интересное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова